Добрый день, дорогие мои слушатели и друзья. Итак, сегодня у нас часть вторая темы, которая называется рубашечный рукав. Чем отличается рубашечный рукав от вточного рукава, с которым мы работали, всю эту нашу предыдущую историю, я уже рассказала в предыдущей нашей встрече. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, обратитесь к ней, посмотрите, и вы найдете там ответы на свои вопросы, которые, естественно, могут сейчас возникнуть. А мы продолжаем. Итак, в прошлый раз мы договорились, что будем строить наш рубашечный рукавчик. Еще разочек здесь покажу техническое задание. Оно выглядит у нас вот так. То есть мы будем строить на удлиненном плечике. Мы будем сначала менять пройму. Вообще надо сказать, какие бы вы покрои в развитии своего умения кроить, строить идеальные выкройки, конструировать, вы должны свою головку, свой разум привычать к следующей системе. Прежде чем приступать к рукавчику, вы всегда должны нарисовать пройму. Сначала вы должны выбрать для себя идеальную, безупречную пройму, отвечающую всем требованиям сегодняшнего дня, этой задачки, которую вы себе ставите. И только потом, когда ваша проймочка будет готова, надо плавно приступать к построению рукавчика. Почему? Потому что они, как близнецы-братья, всегда очень тесно связаны друг с другом. Взять рукавчик какой-то случайный и пришить их в сегодняшнюю пройму, которая нарисовалась, этот номер у вас никогда не пройдет. Всегда будет брак, всегда будут большие переделки и неприятности. И, конечно, никаких макетов. Учимся кроить очень точно, проверять себя на каждом шагу, потому что много проверки не бывает, я так делаю и хочу, чтобы вы тоже к этому привыкли. Каждый шаг сделали, проверили, сделали, проверили, измерили какие-то расстояния, не закралась ли где-то у вас ошибочка. И потом только переходите к следующему. И так начинаю строить. Для того, чтобы решить задачку рубашечного рукава, я буду видоизменять вот эту пройму. Каким образом? Прежде всего, я поднимаю точки P1 и P2. Вы знаете, что вот это у нас точка P1. Давайте ее здесь напишем. Вот это будет точка P1. А вот это у нас точечка P2. Как обычно, P1 и P2. Так вот, точку P1 и P2 я поднимаю на 1,5 см вверх. Я их подняла. Для чего? Для того, чтобы освободить плечевой пояс, чтобы снять напряжение в конечных точках плечевого шва. Когда этого я не делала, то потом на готовых вещах всегда приходилось, как бы немножко здесь подтягивало, возникало какое-то напряжение, и хотелось от него избавиться. Но столкнувшись с этим пару раз, я поняла, что зачем так делать, надо сразу взять и приподнять эти точки. И мы этим приемом будем пользоваться с вами довольно часто. После того, как я приподняла эти точечки, я соединяю их с точкой A. Так, это у нас буква S. И затем продолжаю немножко в сторону. Дальше, потому что я же хочу сделать удлинение плечевого шва. То же самое делаем на спинке. Так как на спинке у нас есть выточка, то я буду работать от нее. Надо сказать, что я могла бы уменьшить вот эту выточку для начала. Почему? Потому что порядок такой, и закон такой у нас в крое, что чем шире ваше изделие, а мы хотим сделать более комфортным и широким вот этот плечевой пояс, тем меньше должны быть растворы выточек, тем более плоским оно должно быть в крое. Поэтому вот эту выточку можно было немножечко уменьшить. А можно не уменьшать, можно оставить. Так попробуем, посмотрим, что из этого получится. Затем я обращаю ваше внимание на то, что я хочу наклонить свой плечевой шов немножко вниз, следуя как бы ампраатам, тропометрическим характеристикам нашего тела. Посмотрите, мы же не строим вот здесь, не продолжаем вот так. У нас ручка идет под наклоном. И я тоже хочу продолжение вот этого плечевого шва немножко наклонить. Насколько немножко? Не знаю, как картинка покажет. Может быть сантиметра на полтора. И еще я хочу удлинить, выбрать вот эту величину удлинения. Ну, я могу выбрать на самом деле столько, сколько хочу. Но сейчас для примера я выберу, скажем так, 3, ну давайте 4 сантиметра. Вот выбрали 4 сантиметра. Отложили эти 4 сантиметра влево, вправо, вернее на полочке. И отложили эти 4 сантиметра на спинке. Затем я наклонить хочу их. Поэтому я вот сюда еще отступлю сантиметра полтора. И сюда отступлю сантиметра полтора. И нарисую продолжение плечевого шва вот под таким вот уголочком. Причем если быть более точными, я бы вот отсюда начала, чтобы не расширять очень плечики, не с конечной точки плеча я это делаю, а делаю это вот более правильно, это так, как я нарисовала на полочке. На спинке грязь разводить не буду, но потом, скорее всего, когда буду обводить, я сделаю вот такой вот какой-то акцент. Итак, мы с вами немножко изменили плечевой пояс. Затем я хочу сделать свое изделие пошире. Я вот сюда отложу 1-1,5 сантиметра. И на спиночке я отложу 1-1,5 сантиметра. 1-1,5 сантиметра. Затем я хочу углубить свою проиму. Могу, в принципе, не углублять, но лучше все-таки для такого рукавчика ее углубить. Как я это сделаю? Тоже можно сделать по-разному, но я предлагаю вам вот такое решение. Посмотрите, я хочу ее углубить, ну, скажем так, вот на 4 сантиметра. Углубила с этой стороны и углубила с этой стороны. Вот так. После этого я хочу вернуться к своему боковому шовчику. Поэтому я возьму и вот так аккуратненько нарисую, откорректирую свой боковой шов. У меня появились, как бы добавились к нему вот на этом участке цельнокраеные ластовицы. И вот здесь тоже. Лишняя ткань цельнокраеной ластовицы. Но она никому не мешает. Мы немножечко-немножечко не само изделие расширяем, а расширяем только область подмышки. Расширяем для того, чтобы построить красивую проиму. Вот. И после того, как я сделала вот эти три изменения, то есть, посмотрите, удлинила бы плечевой шов. Сначала приподняла, потом удлинила, потом наклонила, получила вот эти точки, расширила и углубила, я начинаю рисовать проиму. По лекалу от руки, у кого как получается. Я попробую нарисовать вот сейчас от руки. Так, так, так. Так. И помним про прямые углы. То есть, когда мы вот сюда сходимся, нам нужны прямые углы. Ну что, как-то прилично получилось. Может быть, я изменю свои полтора сантиметра. Может быть, я побольше здесь немножко нарисую. Так просит моя пройма. И вы не сопротивляетесь этому. Так, 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 так. Так, 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 так. Вот так вот уйдем. Ну что, по-моему, нам все это удалось сделать. Раз мне это понравилось, я сейчас возьму карандашик. И чтобы вам было понятно, нарисую это более ярко. Так. И ушли. Вот сюда. С этой стороны. Так, и здесь тоже давайте нарисуем. Плечико как у нас изменилось. Вот так. И ушло вот сюда. Здесь плечико изменилось. Вот так. Без линейки провожу. Извините меня. Ну что, ручки неудобно. Чтобы вам было видно, я сижу боком, боком, полубоком, пристроила эту камеру кое-как. Ну вот так вот. Посмотрите. У нас с вами получилось вот такое вот видоизменение. Нашей проймочки. Так, 9 минут. Двигаемся дальше. Теперь, что мы должны сделать дальше? Мы должны измерить. Так как у нас рукав будет беспосадочный, поэтому строить окат рукава мы с вами, мои хорошие, будем по факту. Для этого мы берем сантиметровую ленточку и вот так вот аккуратненько начинаем ей измерять длину передней половинки проймы. Так. Я не знаю, что у нас сейчас с вами получится. Ну, как-то, наверное, получится, потому что это делать мне сейчас очень неудобно. Ну вот, я пришла, скажем, 26. Запишу здесь 26. Потому что это длина передней половинки пройма. Измеряем спиночку. На спиночке я тоже должна увидеть 26. Или 27, не больше. Давайте предположим, что я там увижу 27. Когда вы будете работать с большими своими выкройками, вам это сделать будет гораздо удобнее. Что вы должны учитывать? Давайте мы это сейчас прямо запишем. Значит, по ходу замечания, по ходу нашей работы, какие у нас возникли. А возникло следующее, что длина передней половинки проймы должна быть больше или равна длине задней половинки проймы на 1 см. Вот это очень важно. Почему? Потому что рукавчик мы хотим сделать симметричный, соответствующий вот этим всем характеристикам. И зачем это нам длина передней половинки проймы должна быть обязательно больше. И если этого у вас не случится, вы должны любым доступным вам способом об этом побеспокоиться и это подогнать. А как вы можете подогнать? Ведь вы вот эти вот направления сами выбираете. То есть вы можете какую-то точку чуть подвинуть, какую-то точку чуть опустить. И вот разница между ними скорректировалась. Можете здесь выдвинуть чуть побольше, здесь поменьше. Можете в конце концов боковой шов сдвинуть этот сюда, а этот убрать вот сюда. Для того, чтобы подогнать вот эти вот две циферки друг к другу. Но постарайтесь, оформляя пройму, переоформляя вот таким вот образом, за этим очень четко отследить. И тогда у вас получится в конце концов все хорошо. Вот. Итак, мои хорошие, мы закончили с вами переоформление проймы. Сделаем перерыв. У нас 12 минуточек прошло. И рукавчик начнем в третьей части нашего с вами занятия сегодняшнего. А пока, мои дорогие, пожалуйста, у меня к вам огромнейшая просьба. Помогайте себе, помогайте мне, помогайте друг другу. Пишите отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и делитесь вот этими своими знаниями с другими людьми. Я буду к вам, вам за это очень-очень признательна. Всегда ваша Галина Коломейко с уважением и любовью. Ждите продолжения. Продолжение следует. Продолжение следует...